Всем привет, ребят, с вами как всегда я, ЗАС-ЗАС-21 И да-да, я тот самый блудный младший брат, БАС-БАС-23 И сегодня я хотел вам показать, как можно оставить двери прачечные из миссии Шофер Сеприани Открытыми навсегда, даже после прохождения этой миссии Для тех, кто на моем канале только из-за сторисов и не следил за ГТА-3, например, у того же БАСа То мне придется много чего вам объяснить, ребят Но мы это будем делать с вами последовательно А пока мы сейчас с вами загружаем сохранение из будущего Это первый шаг, он не обязательный, но он очень сильно вам облегчит вашу жизнь Что такое сохранение из будущего? На самом деле это абсолютно любое сохранение, где наиграно больше часов, чем на том самом сейве, на котором вы планируете открывать двери прачечной Зачем нужно именно из будущего, я объясню чуть позже Но пока давайте немножко поговорим про механику рэмпейджа в этой игре Я думаю, что все знают то, что для каждого рэмпейджа из этой игры есть две локации Основная и альтернативная И если вы начинаете рэмпейдж из основной локации, проваливаете его, то появляется он потом уже в альтернативном месте И если вы начинаете его в альтернативном месте, проваливаете, он опять появляется в основном месте И так чередуется до тех пор, пока вы не пройдете Я сюда не зря приехал, здесь находится альтернативная локация рэмпейджа с калашом И мы с вами сейчас будем делать повтор, в который войдут обе локации И альтернативная, и основная Итак, как сделать повтор в этой игре? Все очень просто Я нажимаю F2, F3, F1 Дальше бегу туда, куда мне надо И в конце нажимаю еще раз F2 И вот этот вот промежуток между нажатием F1 и F2 И запишется ваш повтор Будьте осторожны, если вы будете очень долго бегать То вы тупо не влезете в размер файла И ваш повтор запишется не полностью Поэтому нужно быть быстрым Итак, давайте это сделаем F2, F3, F1, небольшой пролаг, я побежал Сажусь в машину Использую я такую камеру для того, чтобы поменьше народу на улицах спавнилось Иначе, как вы знаете, могут появиться чуваки с дробашом в данном этапе игры И тупо за два выстрела меня уничтожить Беру рэмпейдж, жму F2, проверяю, что получилось Ну, как видите, повтор записался целиком Это значит, что я был достаточно быстрый И это хорошо Собственно говоря, то, что нам нужно Почему нужно именно из будущего Ну, как я и сказал, это не обязательно Но будет намного проще Потому что теперь, помимо того, что я могу рэмпейдж из любой точки карты начинать Я его еще могу и в любой момент проваливать Почему так работают повторы из будущего, я рассказывать не буду Но если вдруг кому интересно, я давал подробное описание В разборе спидрана GTA Vice City за 8 минут Если что, я ссылочку оставлю в описании Итак, ну, а теперь давайте переступим к самому методу Мы опять загружаем уже наше сохранение Там, где мы планируем с вами открывать двери прачки И первым делом мы с вами маркируем такси Ну, или кабель Это нам пригодится, поэтому лучше всего это сделать сразу же Для того, чтобы замаркировать машину в этой игре Детки ничего не надо Вы блокируете водительскую дверь, садитесь через пассажирскую И когда водитель выходит, вы жмете F1 дважды Будьте внимательны, водитель должен обязательно выйти через пассажирскую дверь Вам нужно именно ее заблокировать Ну, замаркировать, я имею ввиду Видите, теперь мы не можем сесть через нее И это означает, что мы успешно замаркировали данную машину Если вы вдруг заглючите таким образом водительскую дверь И сядете внутрь машины, вы тупо не сможете вылезти И это плохо, очевидно И будьте внимательны, если вы вдруг вот так вот заблокируете водительскую дверь Попытаетесь вылезти сейчас То Клод вылезет именно через пассажирскую дверь И маркировка слетит Поэтому будьте внимательны И когда выходите, следите за тем, чтобы Клод выходил именно через водительскую дверь Иначе маркировка слетает Нам сейчас нужно по-хорошему еще какую-нибудь машину замаркировать Поэтому я сейчас специально развернусь Чтобы именно маркировать этой стороной Чтобы выйти через водительскую дверь То, про что я вам только что рассказал И замаркирую еще одну такси В принципе, не важно, что я сейчас буду маркировать Но вот такси, я думаю, подойдет Теперь приступим к самому методу Подъезжаем к маркеру недалеко Оставляем машину Жмем капслок Прямо сшимаем его Выходим из машины И заходим на миссию Капслок это миссия, которая активирует таксиста, если что И нам нужно его будет решать до тех пор Пока я не скажу его отпустить Итак Открытие двери происходит в два этапа Первый этап это временный этап И до этого был Не временный этап, а временное открытие И до этого был известен только метод Который используют читы для того, чтобы открыть эту дверь Временно Я же немножко покопался в коде И методом пробы ошибок Нашел такой метод, который позволит вам Открыть дверь прачки временно Опять же, подчеркиваю, только временно Но без всяких читов Для этого мы заезжаем вот на этот маркер Начинается катсцена, которую нельзя пропустить Нам нужно отпустить таксиста ровно в тот момент Когда Тони будет убегать Вот смотрите, он сейчас зайдет Потом 5 секунд он будет с ними разговаривать И после этого он начнет убегать У вас будет примерно секунда, чтобы отпустить капслок То есть времени достаточно Смотрим Если все сделано правильно Вы увидите то, что у вас активируется такси-драйвер Вы услышите, что у вас какой-то таймер истекает Когда этот невидимый таймер истечет до нуля У вас провалит этот таксист И прачка, как видите, останется открытой И это то, что нам нужно Но, как я и сказал ранее Это только временное открытие Если вы попытаетесь переиграть миссию И заново посмотреть эту катсцену Без всяких там таксистов и прочего То в конце катсцены дверь опять закроется И, соответственно, вы больше никогда не сможете открыть эту дверь Сейчас вам нужна полицейская машина Конечно же, обе полицейские машины здесь оказались закрытыми Ну, неудивительная шанс от того, что они заперты довольно высокий Поэтому мне придется немножечко отъехать и заехать обратно Эта игра чем прикольна? В ней помимо машин в гараже уникальных Можно сохранять различные состояния на карте и даже объекты Ну, из-за состояния, например, как раз-таки вот эти открытые двери прачки Или же, например, открытый гараж Джоуи Который мы, кстати, тоже оставим открытым Потому что это нужно будет для моего метода И, по сути, убьем двух зайцев одним выстрелом Что очень круто, на мой взгляд Сейчас, что мы делаем? Ну, во-первых, немножко двигаем этот такси Чтобы оно нам не мешалось Оно нам еще пригодится, поэтому вы его не выкидываете И все еще оставляете маркированным Мы ставим полицейскую тачку Вот примерно вот по этой линии слева от меня на тротуаре Прижимаем к стене ее Далее берем наше такси первое И ставим его вот таким вот уголком с полицейской машиной Чтобы чувачки-пешеходы не могли пройти Чтобы они встревали в этом углу Ну, то есть примерно вот так, я думаю, будет нормально Теперь, вторую такси берем И я сейчас покажу, как ставим уже его Мы его ставим вот так, на дороге Чтобы, когда Тони сойдет вот в эту ловушку Мы могли вот так вот проехать вперед И, собственно говоря, заблокировать ему пути назад Поэтому ставим ее примерно вот так Теперь, второй шаг Зажимаем капслок Жмем на F Чтобы выйти из машины И начинаем миссию Но кат-сцену не пропускаем Это очень важно Вот этот трюк конкретно нашел бас Ссылка на его видос, конечно же, есть в описании, ребят Нужно таксиста отпустить ровно в тот момент Когда вы услышите то, что движок начал работать Поэтому сидим и слушаем Вот сейчас скоро будет Слушайте Отпустил Все, выходим из машины Тони у нас тоже выходит И он всегда поворачивает налево Поэтому ждем, пока он зайдет в нашу ловушку И просто его замуровываем Иногда вот эта третья машина не нужна Он бывает застревает в углу между двумя машинами Или бывает начинает ходить вперед-назад Но лучше всего его просто закрыть, чтобы нам же было проще Сейчас он застрял в углу Окей Итак, что делаем теперь? Садимся в коповскую тачку Зажимаем капслок И жмем F3 Ждем, пока мы подберем повтор из основной локации Не повтор, а ремпейдж Извиняюсь, я почему-то постоянно эти два слова путаю Ждем, ждем, ждем И, собственно говоря Я расскажу, что нужно делать дальше Отлично Ремпейдж начинается Мы отпускаем капслок Теперь нам нужно дождаться до такой цели Которая будет либо в Трентоне Либо в Портланд-Дьюи приедет к нам Видели? Чувак уехал направо Ну, не повезло Начинаем заново К сожалению Иногда этот процесс может занять кучу времени Поэтому старайтесь Кстати, наверное, лучше все-таки закрыть Проход вот этот Чтобы побольше народу сюда не приходило Поясню почему Иногда Иногда Педестрины начинают драться с Тони И это плохо Они могут его убить Нам нужен Тони живым В этом есть прикол Почему мы его пытаемся запереть Чтобы он далеко не ушел Ибо если он идет далеко То мы тупо его теряем Потому что он не спавнится Поэтому, да Это все лучше не звать Ну, также следите Если он уперся в угол Чтобы он случайно не вытолкнул такси Он потихоньку у него будет двигать Так вот Теперь нам нужно, как я и сказал Ждать тот спаун Который приедет к нам Это может занять довольно много времени Именно поэтому мы сделали повтор В котором обе локации для рэмпэйджа Чтобы если вдруг таймер закончится Мы могли опять Воспользоваться нашим повтором И запустить рэмпэйдж заново Ничего, в принципе, сложного здесь нет Ну, давайте немножко Опа, есть шанс Хотел немножко рассказать Но есть шанс, что к нам сейчас поедут чувачки Ну же Едь прямо Пожалуйста Нет, тоже повернул Ну, в общем, вот такой вот, к сожалению Рандомный метод Но ничего другого не остается Итак, как я сказал Все, кроме открытия гаража И, собственно говоря, выманивания Тони Таким образом Нашел лично я Я посмотрел это в коде игры И методом пробы ошибок Нашел вот то, что Vigilante работает Чтобы скипнуть часть с катсценной прачки Так, сейчас у нас заканчивается рэмпэйдж Ничего страшного Мы ждем, пока он завершится Следим за тем, чтобы у нас, например, Vigilante был активный Запускаем повтор опять на F3 И теперь можно на F1 его сразу отменить Чтобы не ждать целиком, пока он закончится И продолжаем ждать хороший спаун Стоит также отметить, что есть два минуса у данного метода Первый минус можно обойти Второй, к сожалению, нет Первый минус это то, что у вас на карте останется метка Но обходится это довольно просто В этой игре можно создавать временные метки Если вдруг кому интересно, напишите в комментах Я вам расскажу, как это сделать Или же, может быть, даже запилю видос Если вдруг много народу попросит Временные метки позволят вам избежать постоянной метки На вашей мини-карте Чтобы у вас карта была красивой Но второй минус, к сожалению, уже не обойти Честными методами У вас, к сожалению, после этого трюка Перестанет работать Vigilante Прям совсем То есть вы не сможете его начать Единственный способ восстановить Это модифицировать ваше сохранение Так что будьте внимательны Если вдруг решитесь на вот этот метод Пройдите Vigilante заранее, чтобы получить все бонусы за него Не забудьте, что Vigilante надо пройти на всех трех островах Ну, а я же не смею, так сказать, вас здесь задерживать Поэтому давайте сделаем длинное ускорение До тех пор, пока я наконец-то не дождусь Цель, которая будет к нам приезжать И, собственно говоря, продолжим с того момента Главное следить, чтобы Тони не ушел Иначе все плохо Фух, как видели, чувак у меня приехал Но у меня, как назло, закончился повтор Не повтор, а рэмпэйш Поэтому мне сейчас надо начать новый И после этого я сразу поставлю игру на паузу И отожму паузу Это позволит чуваку выйти из машины Смотрим И теперь мне нужно его убить Все Вот в таком состоянии Когда вы убили чувака И вы находитесь вне машины Важно быть вне машины Обратно в машину не садимся Мы начинаем миссию И сразу же пропускаем Все катсцены Как начать миссию? Мы сейчас не можем это сделать Мы еще раз активируем повтор Сразу же его деактивируем И мы таким образом провалили рэмпэйш Потому что это был повтор из будущего Итак, смотрим на Тони И начинаем миссию Пропускаем все катсцены Если вдруг в этот момент Ваш Тони был мертв Или диспавнился То миссия скажет то, что Тони умер И провалится сразу же Более того Более того Если вдруг Тони не существует Миссия провалится Да вы еще и двигаться не сможете Ну а так, как видите Мы находимся в машине Тони с нами Гаражная дверь открыта И метка, которая есть у нас на карте Обратите внимание Она показывает на прачку Она показывает сразу на ресторан То есть мы пропустили Часть с прачкой И это очень круто Это то, именно Что мы и хотели сделать Чтобы дверь осталась открытой Вот это опять же Конкретно нашел я И я, если честно Горжусь собой Просто завершаем миссию И все И прачка должна остаться Открытой навсегда Миссия будет пройдена Но прежде чем я Что-либо сделаю Стоит отметить то Что в данный момент У вас активны На самом деле Две миссии И вот одну из них Мы прошли А вторую нет Поэтому сейчас важно Не начинать никаких там Таксистов Парамедиков И так далее Вообще ничего не начинать Потому что иначе Вы тупо Закрашите вашу игру Скорее всего Есть способ Как уничтожить вторую миссию Это очень легко Но прежде чем я это сделаю Я хотел бы вам показать А, кстати, видите Мои патроны Это опять же Прикол Повторы из будущего Он позволяет вам Вот такую вещь сделать Как видите У нас здесь Все еще есть маркер Это та самая Вторая миссия Но нам Не нужно его активировать Мы все Что с вами делаем Это вылезаем из машины Игра говорит Вернись обратно А мы вместо этого Уничтожаем эту машину Отлично Ты встал, братан Миссия проваливается Прачка остается открытой Теперь вы можете Начинать любую миссию Ну, кроме Виджолента К сожалению И, собственно говоря Для того, чтобы проесть Что все у нас работает И все сохранилось Давайте сохраним игру И перезагрузимся Как видите У нас еще есть на экране Это неприятная надпись Про одно убийство Поэтому тоже стоит Обратить на нее внимание Но, на самом деле Ничего страшного нет Эта надпись пропадет Как только мы Сохранимся И перезагрузимся Но вот эта самая метка Которая есть у меня Около миссии Тони Теперь не попадет никогда Именно поэтому Нужно делать эти Самые временные метки Чтобы избежать этой Появления именно этой Итак, мы сохранились Давайте перезагрузимся Как видите Последняя миссия У нас теперь Сиприанец и шофер То есть шофер Сиприани И если мы с вами Загружаем сейв Как видите Ничего не крашится Надпись С убийствами пропала К сожалению Метка не пропала Но я про нее уже Много раз сказал Она и не пропадет И мы с вами Можем отправиться На место прачки И посмотреть Что двери действительно Открыты В этот раз Мне долго ждать Не пришлось Но иногда бывает Прям очень долго Что спауны Не едут к вам Поэтому будьте внимательны И вот, да Прачка открыта Все хорошо Мы можем здесь Походить Только вот влево Вправо Видите нельзя Коллизия К сожалению Но в целом Прачка открыта На высоте Это круто Это реально круто Люди очень долго Пытались найти Метод Как сохранить ее И Чтобы уж убедиться Что у нас все Действительно прошлось Ну как минимум Вы видите То что у нас появились Миссии Тони Но я сейчас докажу Что если мы Начнем миссии Джоу И опять То у нас уже Начинается следующее А не опять Шофер Чтобы вы не волновались Что мы где-то там Что-то сломали игру Единственное Что мы сломали Это Виджалента Это я повторю сразу же Как видите Гаражная дверь тоже Открыта Она теперь Также останется Открытой Навсегда Ну а мы можем Начать миссию Это уже Dead Scank In The Trunk Как-то так Ребят И на этом у меня все Надеюсь Что вам этот ролик Понравился Если вдруг хотите Еще подобные ролики По приколам В GTA 3 Подобным То во-первых Чекните канал Баса Ссылка Как я уже сказал Ранее Есть в описании Или если вы хотите Увидеть Какой-то Какие-то вещи Которые нашел Лично я В этой игре Не так давно Самостоятельно Опять же По типу Открытой прачки То тоже пишите В комменты Я может быть Запилю больше Видосов Если вам будут Нравиться Я продолжу Пилить Я Не хочу Сейчас Ничего Загадывать Но есть Довольно Большой Шанс Что я Рано или Поздно Решусь Сделать Сохранение По GTA 3 Еще раз И в этот раз Я буду Сохранять Вот уникальное Состояние На карте Уникальные Объекты Машины Вне Гаража Все это Действительно В этой игре Возможно И на мой взгляд Это очень круто И вот Когда я узнал Что подобные вещи Можно творить И когда я Научился Смотреть В код игры Чтобы искать Различные Приколюхи По типу Прачки Я собственно говоря Можно сказать Немножко Загорел Своей идеей Поэтому Кто знает Может быть Может быть Когда-нибудь Я начну Пилить сейв И буду Даже это Возможно Стримить Но обещать Ничего не хочу Ну а на сегодня Как я и сказал У меня уже все Большое всем спасибо Еще раз Ребят за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Комментируйте С вами как всегда Был я ЗАЗ ЗАЗ 21 Встретимся В следующих роликах Всем ребят И всем пока